Леша, ну, спасибо за твой визит, за уважение, которое ты проявил, я думаю, в первую очередь мне, но и нашему делу, нашему институту. Скажи, какие у тебя впечатления от вот этой поездки, от этого визита, что это тебе дало и что ты считаешь своим достижением? Для меня лично, конечно же, приятно очутиться в новой стране, просто увидеть какие-то туристические объекты, но в первую очередь для меня важна была именно эта выставка. Я для себя понял многое по поводу будущего обучения, я больше узнал именно о King's Own Institute, я понял для себя, когда мне лучше поступать, в какой период, в какой семестр. И я понимаю теперь, какие мне нужно будет подготовить еще дополнительные шаги, чтобы уже получить необходимый пакет документов. Скажи, вот, собственно говоря, ты много что сделал для меня, для OneAustralia организации, то есть проект наш, вот. А какие твои впечатления, ну, допустим, о наших перспективах или вот этого нашего агентства, Одна Австралия, перспективах на греческом рынке? Твое личное впечатление, что можно было бы сделать, что мы можем здесь затечь? Я думаю, что на самом деле греческий рынок, это достаточно обширный, большой и пока что еще не охваченный. Поэтому я думаю, что стоит продолжать работать в этом направлении и, наверное, привлекать каких-то людей, которые уже сами, самих греков. Но у нас есть. Да, я думаю, что усиливать сотрудничество с ними и тогда это будет успешно, потому что расстояние между Австралией и Грецией, оно все-таки большое и нужно иметь людей влияние в стране, в которую ты приезжаешь, помощников. Вот. А по организации самой выставки можно бы было сделать ее, ну, поучу? На самом деле, да. Я думаю, что организаторы сделали недостаточную рекламу, потому что могло бы быть больше заинтересованных людей. И все-таки, скорее всего, хотелось бы видеть больше людей, которые приходили сюда, как говорится, «Ливс Мачт» и «Ливс Мачт». То есть, общее впечатление достаточно позитивное, но есть над чем работать. Так точно. Мы достаточно продуктивно поработали. Это видно по количеству материалов, которое было раздано. Люди действительно интересовались. И понятно, что в Греции есть достаточно большой потенциал. Поэтому, несмотря на то, что хотелось бы большее количество людей, тем не менее, я думаю, что выставка достаточно прошла продуктивно. Ты сдавал «АЭЛС» вчера. Что бы ты пожелал вообще ребятам, которые едут на обучение в Австралию? Потому что ты на каком-то пути сейчас, надеюсь, на завершающем, посмотрим на результаты «АЭЛСа». Что бы ты пожелал людям, которые начинают свой путь в Австралию студентам? Это зависит от того, является ли человек семейным или несемейным. Я настоятельно рекомендую внимательно изучить канал «АЭЛСа АЭЛСа», то есть канал Александра Петрова. Потому что ответы на многие вопросы можно найти именно в видеоматериалах. Поэтому сначала пересмотреть. И что мне лично очень нравится, что есть прямая связь непосредственно с вами, с Александром Петровым. Можно задать необходимые вопросы, получить исчерпывающие ответы. Поэтому изучаем канал Александра Петрова, обязательно изучаем официальный сайт строительства Австралии, чтобы быть в курсе самых последних изменений. Ну и, конечно же, готовится к АЭЛС, это номер один. Английский лучше учить здесь, в России. Ну, спасибо, Алексей. Спасибо, благодарю. Леночка, спасибо за то, что приехала сюда, Золотца, и вы с Ириной прям так очарование ввели в наши ряды. Скажи, вот общее впечатление, ты знаешь, даже не от выставки, а от Афины. У тебя какое вот общее впечатление? По чесноку так. Во-первых, я хотела сказать спасибо, что пригласили, и с приглашением меня бы, наверное, не пустили сюда. По поводу Афин, оно такое несколько противоречимое впечатление. С одной стороны, очень много заброшенных зданий и достаточно заброшенный город. С другой стороны, конечно, историческая его часть, вот мы сегодня были в Акрополе, и это, конечно, потрясающее, с потрясающим видом, когда ты на самой вершине горы видишь море, видишь весь город. Это впечатляет. Скажи, вот понятно, что мы во многом рекламировали Кингсон Институт, и мы знаем, ты уже около полугода готовишься к поступлению, сейчас вот следим за тем, чтобы ты все-таки сделала на 6,5, и даже больше, дай бог, английский. Вот эта вот встреча сделала тебя как-то ближе к Кингсон Институту? Да, безусловно, я намного больше поняла по структуре, по тому, какая программа предоставляет, ну, какие программы поинтересующие меня вопросам, да, какая структура обучения, как это все проходит, какие можно получить на выходе, результаты, то есть после этой встречи у меня более сложилась такая структура. Типа самотехника и структура обучения. Да, да, да. То есть лучшее понимание. Лучшее понимание, как это будет происходить, зачем это все нужно, что получу там на выходе, и как с этим можно работать, что преподают, и зачем это нужно. Ну, в общем, да, то есть все мои вопросы были исчерпаны. И теперь я более спокойно, уверена в себе, поэтому осталось только английский, и вперед Австралия ждет. Большое спасибо, Лена, и дай бог, чтобы у тебя было 6,5. Это хорошая, как бы, планочка, но, в принципе, для тебя она возможная, и молодец, что учишься. Спасибо. Ирочка, спасибо за то, что ты здорово помогла, приехала, как бы, помогла моему агентству «Одна Австралия», помогла, в общем-то, Кингсон Институту. Мы сделали приятную фотографию с этим приглашением. Скажи, что ты почерпнула для себя вот от этой поездки? Ну, по-чьей-кому? Ну, это для меня был такой первый эксперимент, первый опыт. Мы хотели бы присутствовать на международной выставке, и быть ассистентом, представителем данного института. Честь и спасибо тоже за ваше приглашение. Мы пообщались, поняли структуру университета, структуру предметов, и получила более умное представление для себя, для будущего обучения. Пообщались со студентами, получила интересный опыт. Общение с греками, да? Ну, и с греками, и с другими. А вот твои впечатления о греках, они, знаешь, они вообще похожи на русских? Или в сравнении, может, с кем-то? Ну, я общалась, больше, больше не то, что общалась с местными греками, и они, в принципе, довольно спокойные люди, интеллектуально развитые, и я думаю, что они будут более эмоциональными. Для меня это было таким открытием, что люди более сдержанные, чем я себе представляла. Ну, это, наверное, хорошо. Да. Ну, а по по культурной программе вы сегодня где-то были? Да. Что скажешь? Да. Было интересно посетить жемчужину в Афине, в Акрополь, и довольно так хорошо организовано место данной достопримечательности. Чисто, аккуратно, если сравнивать с центром даже Афины, очень так хорошо организованно для иностранных туристов. Единственное, что подкачевало было из каких-то напитков, еды, там, не очень с этим. Видно все. Что-то они как-то, да, на это, скупы на эти, мы слышали, как это греческая кухня, греческая кухня, а здесь, я уже на... Как это называется? Сурладьо Гироса. Вот, да. Пробовала их, кстати? Нет. Мне, да? Вот что бы ты хотела, Ира, пожелать студентам, которые поедут учиться, ну, давай, в Кингсон институт, просто говорить вообще, наверное, это слишком общая фраза. Вот что бы ты им пожелала по своему опыту, скажем так? Не сдаваться, идти к своей цели, учиться хорошо, и с хорошим настроем, с позитивным настроем. Бывают моменты, когда, да, учишься, учишься, и думаешь, что сложно. Вот, ну, главное, идти вперед и отливаться того, что поставил для себя, чтобы добиться именно того, что он, в общем, учится по жизни, в карьере и учебе. Большое спасибо, Ирина, и желаю увидеть тебя уже в Австралии в качестве студента. А студента как и всех вас, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин, в Кап Blake, 었어요. м